Евгений Александрович Никонов, моряк, матрос, герой Советского Союза, биография Евгений Александрович Никонов, родился в 1920 году в селе Васильевка Ставропольского района Самарской области, в семье русских крестьян, родители Александр Федорович Никонов и Ксения Фроловна Сорокина, отец участвовал в Первой мировой войне, затем в гражданской войне, служил в 25-й Чапаевской дивизии, был ранен в боях за Бугульму, находился на излечении в Нижнем Новгороде, после чего вернулся на родину, кроме Евгения в семье было еще трое детей, Анна, Виктор, Анатолий, во время голода в Поволжье 1921-1922 году умерли Анатолий и мать Ксения Фроловна, отец вторично женился, в 1924 году скончался от последствий полученных ранений, за осиротевшими детьми присматривала сначала соседка, затем двоюродный дядя Николай, С шести лет Евгению пришлось работать, он трудился в колхозе под Паском, переболел оспы, в 1929 году пошел в первый класс Васильевской школы, в 1931 году во время очередного голода Виктор Никонов перебрался в Нижний Новгород, где строился Горьковский автозавод, Через год по приглашению брата на теплоходе Урицкий в Горький проехали Анна с Евгением, жили в Сормово, в бараке на улице Альпинистов, Анна работала уборщицей, затем на заводе номер 92, Виктор на лесопилке, Евгений пошел в третий класс фабрично-заводской семилетней школы номер 3 имени Крупской, Окончил школу и фабрично-заводское училище, поступил учеником токаря на завод номер 92, Новая Сормова, производившая артиллерийские орудия, стал токарем, получил третий разряд, по воспоминаниям знавших Евгения в ту пору имеющимся в музеях, Евгений был хорошим товарищем, был насчитан, любил историю, был инициатором создания драм-кружка, прижил в управлении, занимался спортом, хорошо играл в городки, очень хорошо плавал, однажды спас жизнь тонувшему другу. В 1939 году Евгений Никонов написал заявление с просьбой зачислить его в ряды военно-морского флота СССР, с 11 ноября 1939 года зачислен на воинскую службу, с 23 ноября проходил обучение в школе оружия им, и сладкого кронштадтского учебного отряда на артиллерийского электрика, был направлен на практику на лидер эсминцев Минск в БЧ тремя торпедным электриком. После окончания обучения, 21 декабря 1940 года, был зачислен на лидер, был в походе в Таллинн, Ригу, Либаву, затем принимал участие в ремонте корабля Никонова, как бывшему токаре пришлось поработать на станке в механическом цехе. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года участвовал в обороне Таллинна. Боец отряда обороны главной базы Балтийского флота матрос Никонов при выполнении задания по разведке расположения войск противника в районе города Кейла, 19 августа 1941 года получил в бою тяжелое ранение и в бессознательном состоянии был схвачен врагом. В советское время однозначно утверждалось, что Никонов попал в плен к немцам, но по современным исследованиям, отряду моряков противостоял батальон эстонских националистов «Эрней». Отряд под командованием оберштурмбанфюрера СС Ганса Хирвилаана принимал участие в операции «Обвера Плутон» по захвату ценностей Госбанка в Таллине. В группе были эстонские солдаты, одетые в форму бойцов Красной армии и солдаты СС. Пленный матрос представлял большую удачу для диверсионного отряда. Благодаря ему возможно было узнать расположение и численность советских войск. Однако Евгений Никонов отказался отвечать на все вопросы, его подвергли пыткам, но это не дало результата. Тогда его привязали к дереву, облили бензином и заживо сожгли. Советские моряки отбили хутор, нашли тела погибших моряков, среди которых было и сколотое штыками, с выколотыми глазами обугленное тело Евгения Никонова. Политру Григорий Шевченко, находившийся в отряде, отбившим тело погибших моряков и опознавший Никонова, в том бою был тяжело ранен в ногу, перенес ампутацию, долго скитался по госпиталям. Его донесение о подвиге Никонова погибло в море, но он был не единственным, знавшим о подвиге. Уже в 1941 году на кораблях Балтийского флота появилась листовка, нарисованная фронтовым корреспондентом, с изображением казни неизвестного матроса «Запомни и отомсти». Весной 1943 года листовка попала в руки Шевченко, благодаря которому и стало известным имя героя. В новом издании плаката «Политуправление Балтийского флота» уже были подробно изложены обстоятельства гибели Никонова и сказано о присвоении его имени торпедному аппарату лидера «Минск». В 1956 году Горьковский обком комсомола обратился с ходатайством о присвоении Евгению Никонова звания Героя Советского Союза посмертно. Звание было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 1957 года. Могила первоначально похоронен на хуторе Харку в Эстонии. 19 марта 1951 года горы с полком Таллина принял решение переименовать одну из старых улиц города Суа. Этим же постановлением было отведено место для сооружения памятника Никонова. Вскоре останки Никонова, покоившиеся на хуторе Харку, торжественно со всеми почестями были перезахоронены в живописном месте Таллинского парка. Был установлен памятник с распадом СССР и подъемом националистических настроений в Эстонии. Памятник был разрушен. Могила Паругана. 5 мая 1992 года военно-транспортным самолетом «Прах» Евгения Александровича Никонова был доставлен в Нижний Новгород. В аэропорту его встречали ветераны войны и труда, представители Нижегородской городской администрации, школы номер 68, родственники, среди которых и внучатый племянник героя, также бывший балтийский матрос Евгений Никонов. Останки были доставлены в речной порт, откуда на бывшем тральщике Евгений Никонов, приписанном к Тольяттинскому клубу юных моряков были доставлены в Тольятти. 8 мая после торжественного прощания «Прах» героя был перезахоронен на его родине в Василивке. Существует версия, что «Прах» Никонова при перезахоронении в 1992 году не был обнаружен. Его изъяли эстонские националисты и предложили обменять на сведения о месте захоронения эсэсовцев из 20-й дивизии эсэс, расстрелянных после взятия Красной армии Таллина. Тогда делегация из Тольятти просто наполнила гроб землей из могилы Никонова и привезла его. Память Никонов навечно зачислен в списке воинской части. Его имя носили два корабля «Тральщик Евгений Никонов» проекта 253 «Тральщик Евгений Никонов» проекта 266 и два судна. Теплоход Евгений Никонов АМУ 73582 построен в 1969 году на Выборгском ССЗ для Северного морского пароходства. Продан 10 декабря 1996 года и переименован в «Сиглорий» флаг Сент Винсента Гренадины. Речной толкач проекта 749 «Герой Е. Никонов» 19 марта 1951 года в Таллине в честь Евгения Никонова была переименована улица Суа. По ходатайству командования Балтийского флота в Таллинском парке Кадриорг на горе Марьяма на месте перезахоронения героя был воздвигнут памятник Никонову работы скульптора Эхак и архитектора Хакара именем Никонова была названа школа номер 7 города. В независимой Эстонии улица была переименована обратно в Суа, школа также лишилась своего имени. Памятник переплавлен, демонтированный пейдестал находится в музее парк монументальной скульптуры. Аберштурмфюрер Уганцу Ингерману Хервелаан возле местечка Рапала, где он погиб в бою 20 августа 1941 года установлен памятный знак. В Московском районе Нижнего Новгорода в 1957 году именем Евгения Никонова назвали улицу и школу номер 68, где он учился. Позднее перед зданием школы установлен памятник работы скульптора Пурихева. В 1972 году в школе открыт музей героя. Была установлена мемориальная доска и на заводе, где работал Никонов. Имя Никонова носит одна из детских библиотек Московского района, Самария. В Красноголинском районе 5 января 1978 года именем Героя Советского Союза Никонова была названа улица. В городе Тольятти 13 ноября 1958 года в его честь переименована улица. В 1975 году на ней был установлен памятный знак Никонову, впоследствии замененный мемориальным комплексом. В 1980 году появилась и площадь. В городе установлены памятники в школе номер 19 обелиск славы, расположенной на площади Свободы Мемориал Е. А Никонова открыт 9 мая 1979 года в микрорайоне Шлюзовой на площади, которая носит его имя. Авторы – скульптор Мартынов Л.С. Архитектор Жуков В.И. Тимофеев И.К. В родном селе Васильевке также имеется улица Евгения Никонова. Школа носит его имя на кладбище. На месте перезахоронения воздвигнут памятник. Награды – Герой Советского Союза. Орден Ленина. Орден Отечественной войны. Одна степень и образ в искусстве. Евгению Никонова посвящен одноименный историко-патриотический фильм. Фильм длительностью 20 минут. Снятый в 1972 году режиссером В. Спирином. А также фильм 2008 года. Евгений Никонов. Герой, не пришедшему с войны. Смонтированный и озвученный библиотекарями Нижегородской библиотеки в Московском районе. В 2005 году библиотечной системой Нижнего Новгорода был выпущен поэтический сборник. Герой, не пришедшему с войны. Герой, не пришедшему с войны.